Приветствую, друзья! Выбирая ЦАП для смартфона, у нас есть ровно два пути. Мобильные и портативные решения. Первые просто сверхкомпактные, но питаются от аккумулятора источника. Вторые же, хотя и имеют собственную батарею, настолько большие и тяжелые, что использовать их с телефоном не очень-то и удобно. Так было до недавнего времени. Сегодня же я предлагаю поговорить о первом мобильном ЦАПе, имеющем встроенный аккумулятор. Причем работать он может, как используя свое внутреннее питание, так и потребляя энергию смартфона. На ваш выбор. Из особенностей отмечу один 44-дюймовый OLED-дисплей, два полноценных конвертера ESS ES9038Q2M, усилительную часть на двух Ricor RE6863, максимальные значения для PCM и DSD форматов и выходную мощность, равную 211 мВт на 32 Ом нагрузки. Плюс там еще множество различных настроек, возможность обновить прошивку, удобное колесо управления и, что совсем уж удивительно, возможность выводить цифровой сигнал посредством SPDIF. Заряжен ЦАП, как понимаете, по максимуму есть о чем поговорить. Поехали! Поставляется аппарат в небольшой такой черной коробке со схематичным изображением устройства, логотипом пройденной Hi-Res Audio сертификации и полным перечнем характеристик с обратной стороны. В комплект нам положили инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, пару наклеек Hi-Res, переходник с Type-C на классический уже USB разъем и небольшой матерчатый Type-C кабель. Качества последнего у меня никаких вопросов нет, прекрасный экземпляр для подобного класса устройств. Вариант с Lightning здесь не предусмотрен, но видимо скоро в том не будет необходимости. Владельцы же старых версий iPhone смогут докупить соответствующий кабель на просторах того же AliExpress. Корпус у ЦАПа металлический, с относительно крупным вытянутым дисплеем и тактильно приятным многофункциональным колесиком, которое при вращении отвечает за регулировку уровня сигнала, при двойном нажатии за блокировку, а при удержании за переход в меню настроек. Сзади здесь ничего интересного нет, снизу только Type-C вход, а на верхний торец нам вынесли два, вернее даже три выхода, балансный 4,4 мм и совмещенный с SPD в классический джек на 3,5 мм. Потребляет девайс относительно гуманно, на 5 вольт приходится 0,111 ампер, причем на любом выходе, вне зависимости балансный он или нет. Если же в настройках включить одновременную подзарядку, то в зависимости от состояния батареи потребление может увеличиться. Удивило же меня то, что при переходе на собственное питание расход аккумулятора источника остается довольно-таки внушительным, в среднем 0,57 ампер. Некоторые мобильные решения столько откушивают при непосредственном питании от смартфона или компьютера. По времени работы это примерно 6 часов при использовании небалансного и около 3 часов на балансном подключении. Согласен, маловато. Но хоть что-то. Да и на полную зарядку ЦАПу требуется всего лишь около 30 минут. Но, вопреки банальной логике, встроенная батарея призвана решать и другие, куда более важные вопросы. Так, при недостатке питания, звучание мобильных устройств данного типа заметно теряет в качестве. Попробуйте сами послушать мобильный ЦАП с USB 2.0 и 3.0. Уверен, что на 3.0 звучание окажется просто на голову выше. Так что встроенная батарея это очень хорошо и полезно. Из разрешений нам доступен PCM до 32 бит 768 кГц и нативный DSD до DSD 512. В декодировании МКА аппарат, к сожалению, не поддерживает, как и поддержку гарнитурного блока. Сколь-либо серьезного нагрева за все время использования я здесь не заметил, в паузах слышу абсолютную тишину, а по выходной мощности можно рассчитывать на внушительные 137 с обычного или до 211 мВт на 32 ума нагрузки с балансного выхода. Громкость девайса имеет свою внутреннюю, что исключает всякие ненужные пересчеты сигнала. Слушал же я его в среднем на 26 пунктах из 99 возможных, то есть даже не на 50%. А следовательно, раскачает девайс любые, даже очень тугие полноразмерные наушники, не говоря уже о внутриканальных решениях. По железу нам известен блок конвертера, состоящий из двух ESS и ES938Q2M и усилительная часть на чипах Ricor RE6863, специально разработанных по заказу ESS. В системном меню доступен режим двойного или одинарного ЦАПа для небалансного выхода, отключение подзарядки во время работы, выбор уровня усиления, откуда будет идти питание от источника или встроенной батареи, набор фильтров конвертера, коррекция баланса каналов, включение NISPDIF, время отключения, яркость экрана, а также его поворот на определенный угол и текущая версия прошивки устройства. У меня это 0.1, 0.4, 0.4. Удивительно, но в списке драйверов на официальном сайте героя обзора вы не найдете, так что придется залезать в иероглифы и качать файлы уже оттуда. При этом интерфейс настроек ASIO у вас вряд ли паразит изобилием, но есть работает и ладно. Кроме того, iOS САП поддерживает подключение к некоторым игровым приставкам в режиме UAC 1.0. Под Android и iOS САП поддерживается на всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. То есть по громкости Shanling реально заморочились. Измерения проводил в разрешении 24 бита 96 кГц со всех выходов на АЦП Yvanda Cosmos. Разница между балансным и небалансным подключением разнится не сильно. Из важного взаимопреникновения на 3,5 ниже и чуть выше искажения. А так все почти один в один. Просто идеальная кривая АЧХ с разным, в зависимости от выбора фильтра, ослаблением на верхах. Шумовая полка около минус 150 дБ, прекрасный динамический диапазон и искажения на уровне минус 108 дБ, причем как интермодуляционные, так и гармонические. Последние в числовом эквиваленте составляют 0,71% при заявленных 0,05%. Можно конечно придраться к пику на 41 кГц, он действительно есть на всех моих измерениях, но эти частоты человеческое ухо фиксировать не способно. На мой взгляд просто прекрасный в техническом смысле девайс, добавить тут нечего. Когда аппарат только вышел, многие делали прогнозы, будет ли он звучать как плеер M621 или же нет. Причем данные предположения возникли далеко не на пустом месте. Послужило тому сходство основных элементов начинки и просто невероятная схожесть звучаний между A5 и M3X. То есть появилось поветрие, что в своих новых мобильных ЦАПах Шанлинк реализует схемы, разработанные для аудиоплееров последнего поколения. Ну а логичным оппонентом QA5 является M621. Кто-то конечно посмеется, но я на полном серьезе решил сравнить мой основной плеер M621 с героем нашего сегодняшнего обзора. Единственное, в целях частоты эксперимента плеер тоже использовался в режиме ЦАПа. Результат меня одновременно удивил и обрадовал. Звучание этих устройств на самом деле невероятно схоже, однако характер ЦАПа я бы отметил как чуть менее собранный. Все как-то мягче и теплее, чем в плеере. Но это если сидеть и прямо искать отличия. По большому же счету прогноз сбылся полностью. ЦАП ЮА5 действительно с большой точностью копирует звук плеера M621. Так что есть вариант неплохо так сэкономить. Сравнивая с другими мобильными решениями, DD Hi-Fi TC44C мне показался гораздо музыкальнее и жирнее. Moondrop Moonriver 2, наоборот, максимально техничным с легким аналоговым смягчением, а X-DOO Link 2 балл увели в сторону нейтральности с просто гениальной прозрачностью на средних частотах. Ее опять же, на мой взгляд, балансирует между DD Hi-Fi и Moondrop. У него достаточно собственной массы и мелодичности, чтобы подчеркнуть музыкальную составляющую трека и при этом прекрасная разборчивость и детализация на средних частотах. То есть он музыкальнее Moondriver и при этом собраннее DD Hi-Fi. С X-DOO тоже можно сравнить, но эпитеты будут ближе к Moondrop с оговоркой на более нейтральную подачу у Link 2 балл. В попытках понять, что же из них лучше, я провел не менее недели, причем результат шокировал даже меня. Какого-либо серьезного разрыва по уровню между всеми этими ЦАПами я так и не нашел. Различаются же они исключительно характером своего звучания. То есть ориентироваться стоит только на собственные вкусовые предпочтения. Я, например, люблю, когда в звучании соблюден некоторый баланс между мелодичностью и детализацией, потому от мелодиди Hi-Fi, X-DOO и Moondrop, где ставка сделана на ограниченные значения. Последним моим тестом оказалось противопоставление UA5 стационарной связки из SAP SMSL DO100 и созданного к нему в пару усилителя для наушников HO100. Суммарно по деньгам это конечно дороже, да и сравнивать мобильные стационарные решения не совсем корректно, однако лично мне было очень интересно. По факту же подача связки заметно собраннее и четче. То есть по звучанию Shanling выше головы не прыгает и предлагает уровень аудиоплеера M621. По цене он правда дороже конкурентов, но так у него есть встроенный аккумулятор, дисплей и куча всевозможных полезных возможностей, включая поддержку игровых консолей. Так что все здесь на мой взгляд вполне обосновано. Плюс ко всему фирменный почерк плееров Shanling. Только ради этого с SAP уже есть смысл ознакомиться. Если же разбирать по частотам, то UA5 достаточно глубокий, почти бархатный бас, теплые мелодичные, при этом довольно прозрачные средние частоты и аккуратненько прибранные в меру продолжительные верха. Суммарно звук получился одновременно техничным и певучим, с приятной слуху массой и объемом, просто великолепной для своего уровня прорисовкой тембров. Добавить мне нечего, это один из лучших мобильных аппаратов, что я только слушал. Сцена достойно строится в ширину и просто потрясающе в глубину, подробно прорисовывая и позиционируя в пространстве каждый из имеющихся инструментов. Как следствие, ЦАП прекрасно приспособлен для воспроизведения как какой-нибудь академической или джазовой музыки, так и для чувствительной к разборчивости, электроники и металла. О блюзе, роке, этнике или техно даже говорить не приходится, все по умолчанию шикарно. Везде, где ценится детализация и небольшое такое аналоговое смягчение, Shanlingua 5 будет как никогда кстати. В плане источников рекомендую использовать гаджеты с USB 3.0 или же задействовать встроенную батарею. На USB 2.0 звук, конечно, мне тоже нравится, но он еще сочнее и чуть проще в атаках, став более сглаженным. Сам же по себе он довольно четкий, с отличными по скорости переходными характеристиками. Итогом Shanlingua 5 это, без сомнения, просто революционный девайс для своего сегмента. Идея установить аккумулятор, дисплей и дать целую кучу вариантов настройки приближает его к портативному сегменту и аудиоплеерам одновременно. Плюс нельзя не отметить поддержку героям обзора современных игровых консолей. По начинке ее опять все на высшем уровне. Реализация полностью балансная, прекрасные измерения, компактные габариты, достаточно гуманное питание от источника и быстрая зарядка. О чем еще можно мечтать? В плане же звука Shanling действительно решили воссоздать возможности аудиоплеера M621. Не супер точно, но сильно похоже. Такое же сочное, объемное и очень выразительное звучание, способное просто влюбить в какой-нибудь джазовый квартет или симфонический оркестр. Не понравится же аппарат лишь любителям нейтральности и максимальной техничности. Здесь специально сделали акцент на макро, чтобы подчеркнуть как музыкальную составляющую материала, так и раскрыть его с точки зрения проработки нюансов. Просто потрясающий девайс, крайне рекомендую. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП Shanling QA5. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.